А правда, что Кадыров употребляет алкоголь, просто в одних источниках так говорят? Откуда я знаю Тарас Загитенко? Наверное, меньше всего в его личности меня волнует, употребляет, а алкоголя нет. Лучше бы он упивался этим алкоголем, но не мучил бы людей. Нас бы это, наверное, мало бы волновало. Томсо, ты призвал суннитов Азербайджана быть на стороне Лизгин, чтобы эти отделились. Здесь явное разделение со стороны тебя на шиитов и суннитов. Как после этого ты можешь обещать нам, что подобный подход не будет между Осетией и Ингушетией, если будет Кавказский Эмират? Ведь ты говорил, что мы должны доказать Осетинам, что мы братья, а тут с Лизгинами другой подход. Так я же, во-первых, никогда не говорил за Кавказский Эмират, никогда за него не был его сторонником. Я, наоборот, говорил, что и Осетия должна быть отдельным государством, и Ингушетия должна быть отдельным государством. При этом все должны быть в едином союзе. Так-то у нас еще Грузия, вы не забывайте про Грузию. Это вообще христианское государство, большинство жителей Грузии являются христианами. Однако это тоже часть Кавказа, и они тоже должны быть с нами в одном союзе, в одном едином Кавказском союзе. Что касается разделения на шиитов и суннитов, это не Томсо разделил. Это разделение существует более тысячи лет, поэтому это не Томсо так делил. А что касается лесгин, здесь вопрос не религиозный, это вопрос чисто политический. И я сказал, что мне непонятно, когда азербайджанцы, называющие себя сунниты, не понимают лесгин, который в основе своей сунниты. Вот о чем говорилось. Но сама тема, это все-таки не религиозная, а чисто политическая. Так что это не совсем... Для начала вам нужно, наверное, понять, что такое Кавказ, какие народы, государства, какая территория входит в Кавказ. Когда я говорю про Кавказский союз, надо понимать, что это не про весь мир я говорю. Что под Кавказским союзом я определяю только Кавказские республики, территорию Кавказа и народы, которые исконно, автохтонно являются кавказцами. Если и это вы считаете разделением, тогда и к вам вопрос, почему тогда не весь мир? Почему вы пытаетесь какую-то часть все-таки удержать? Давайте тогда говорите за весь мир. Раз мы исходим из каких-то реалий, из каких-то территорий, народности, какой-то общности в культуре, в традициях, в религии и так далее. Но тогда не осуждайте и нас, что мы, исходя из этих реалий, пытаемся хоть что-то возможное, агитировать о чем-то возможном. Вы не должны нас за это осуждать. Басаев воевал за абхазцев, за независимость от Грузии. Теперь де-факто Абхазия с Российской Федерацией. Вы говорите об объединении, вы объявили РФ врагом всего Кавказа, но ведь не все народы Кавказа так считают. Под народами, я думаю, такое исследование в целом всех народов никто не проводил. И я убежден, что все народы Кавказа, большинство всех наших народов, прекрасно понимают, что наш враг это Россия и считает ее врагом. Ассаламу алейкум, Тумсо, вчера смотрел про села Алды Самашки, я не мог сдерживать слез. Взрослый я, 34 года, матери, которые хоронили сыновей и дочерей, Субхануллах, вы очень сильный народ, мира вам из Дагестана. Алейкум ассаляму амтула, баракуллах, фиг брат. Да, это, конечно, очень серьезная трагедия, преступление, которое было совершено российскими войсками на нашей территории. А правда, что Кадыров употребляет алкоголь, просто в одних источниках это говорят? Откуда я знаю Тарас Загитенко? Наверное, меньше всего в его личности меня волнует употреблять, а в алкоголе нет. Лучше бы он упивался этим алкоголем, но не мучил бы людей. Нас бы это, наверное, мало бы волновало. Томсо, скажи честно, тебе надоела эта работа? Ты потихоньку уходишь. Судя по тому, как ты умалчиваешь популярные происшествия, кажется, ты решил уйти. Наверное, новости Кавказа не читаешь. Ну, надоела ли мне работа? Нет, не надоела. Насчет того, что я умалчиваю популярные происшествия на Кавказе. Ну, приведи пример такого происшествия, которое я умалчиваю. Наверное, новости Кавказа не читаю. Ну, бывает, честно говоря, что я и не читаю, что там могу пропустить. Такое бывает. Бывают дни, когда просто ты не мог, не успел даже зайти и почитать новости. Такое тоже бывает. Но я же вообще не по новостям, не эта моя специализация. Вы никогда здесь не видели, чтобы я брал новости и по ним проходился. Я могу что-то прокомментировать, какую-то новость, но целью моей работы не является изучать полностью картину этих новостей и как-то их комментировать. Томсо, слышал ли ты об имаме Тамбиеве? Эта фамилия Тамбиев, она мне знакома. По-моему, Тамбиев, это парень, которого судят вместе с Абдулмумином Гаджиевым. По одному делу они проходят, по сфабрикованному против них делу. Но вот его зовут, кажется, не имам. Его звали как-то по-другому. Фамилия у него была Тамбиеве. Если ты говоришь про него, то да, о его деле я в курсе. Галина. Я тебя уважаю, но люблю и симпатизирую Ингушетии. Очень жаль, что ты не любишь своих братьев. Я благодарю тебя, Галина, за то, что ты уважаешь и любишь и симпатизируешь мне. А, точнее, ты любишь, уважаешь меня, а любишь симпатизирую Ингушетии. Но вот то, что твоя оценка, что я не люблю своих братьев, она, наверное, очень неправильная. Я очень люблю своих братьев, где бы они ни были и кем бы они ни были. Какой бы народности они ни относились, я их очень люблю. Но вот должен ли я при этом любить Ингушетию, как сегодняшнее образование? Я думаю, что нет, ни я, никто из мусульман не обязан любить ни Ингушетию, ни сегодняшнюю Чечню, ни сегодняшнюю Испанию или Португалию. Однако наших братьев, ингушей, испанцев, португальцев, чеченцев надо любить. И мы их любим. Я не знаю, пойдет ли такой клич, поживем, увидим. А вот что касается ЧГТРК, то нет, ты не прав. ЧГТРК ничего не открыли, это просто YouTube убрал дизлайки, счетчик дизлайков. Это вообще в целом YouTube для всех это сделал, без исключения. То есть теперь, когда вы ставите дизлайк, дизлайк он как бы ставится, я могу увидеть, как автор, я могу увидеть, сколько у меня дизлайков, но вы не видите. То есть вот этот счетчик дизлайков, он пропал. Есть кнопка дизлайка, но счетчика нет. Поэтому у ЧГТРК перестала быть актуальной надобность скрывать эту статистику. Так как никто не видит эти дизлайки, кроме них. Поэтому они просто теперь перестали скрывать эту статистику. Томсо, ты слышал про очередную семью, которую убил кадыровец на машине в аварии? Да, конечно, я в курсе этой темы. Это ДТП, он вроде как на красный свет, по-моему, пролетел и врезался в Гранту. И, в общем, убил, по-моему, только один человек, кто был в Гранте, выжил, если я не ошибаюсь. Остальные там все погибли. Но какой-то другой, других каких-то подробностей этой темы у меня нет. Его, естественно, сразу же простили. Он является родственником Кадырова, этот виновник этого ДТП. И, в общем, продолжение я эту тему больше не имел. О каком-либо возбужденном уголовном деле я ничего не знаю. Здравствуй, Томсо. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к русским, не к России. Уважаю тебя и твою деятельность. И продолжу уважать, но мнение твое интересно. Не серчай за неумный вопрос. Здравствуй, Максим Разумов. Я отношусь к русским людям нормально, так же, как и к любым другим народам. Я не националист, не нацист. И не разделяю людей по их национальному признаку. У меня к хорошим людям отношение хорошее, к плохим плохое. К России у меня отношение негативное, но в России проживают не только русские, а разные народы. То есть, это у меня отношение к государству, к ее политическому руководству, к ее войскам. Вне зависимости от того, каким народам они принадлежат. Сегодня к этой же России относятся и часть из моего народа. А чеченцы тоже ведь сегодня есть такие искренние коренные россияне, даже герои есть от России. И к ним у меня еще больше презрения, допустим, чем к русским или чулашам, или хантам, мансам из тех же представителей российской власти. Так что к русским людям и к любым другим людям я отношусь нормально. Особенно, если это нормальные люди, хорошие люди, то к ним отношение хорошее. Томсо, а если в России, допустим, жили бы только русские, ты бы нас ненавидел всех? Нет, конечно нет. Все равно там были бы люди нормальные, хорошие, были бы нехорошие. Надо разделять вот это отношение политическое, как отношение к государству, к стране и отношение к людям. Надо это разделять. Так сейчас большинство чеченцев прислуживают фашистской власти. Ну нет, это неправда. Как может большинство чеченцев прислуживать? Это в принципе технически невозможно. Большинство народа прислуживать так или иначе технически просто не может. Большинство народа может быть сторонниками, то есть поддерживать может чью-то власть. Или могут быть ее противниками. Но прислуживать ей технически не могут. Большинство не может никак. Это сама власть не нуждается в этом прислуживании. Прислуживающие власти это, как правило, какая-то меньшая часть этого народа. Но которая наделена полномочиями, властью, силой, оружием. Вот это бывает часть. Но она всегда в меньшинстве. И так устроен этот мир, что меньшинство всегда управляет большинством. Поэтому нет, конечно не прислуживает. Пресс-служниками у нас является вот эта вот небольшая часть, которая для нас ненавистна, которую мы презираем. А большинство народа являются ли они сторонниками, если ты спросишь? Ну конечно нет. Большинство как раз таки являются противниками. И как только настанет тот момент, когда этот народ сможет это показать, это проявить, мы с вами станем свидетелями этого проявления. Галина, я русская, но я так желаю, чтобы войнахи были в единстве. Не ссорьтесь, я за мир. Давайте все жить дружно. Давайте, Галина. Тут, конечно, поддерживаю. Не только войнахи. Почему только войнахи? Я за то, чтобы и все кавказцы, и все мусульмане жили дружно в братстве. Субтитры создавал DimaTorzok